Иногда задают вопрос, не столь часто, но задают, почему питомник называется сволчьи Большая предыстория, как это все было. Питомник сам, как питомник, организовался еще задолго до РКФ, когда его еще и в помине не было РКФ, уже питомник с названием Art Wolf Land был зарегистрирован как ТОО, товарищи с ограниченной ответственностью, было такое раньше, это еще в 90-х годах Назван этот питомник, почему так назван, в честь выдающейся собаки Wolf Aistoffel заводчик это Швец Ирина Львовна, ну а владельцем стал я Собаками я заниматься стал сразу после армии, когда пришел, купил я себе первую собаку в Десаафе, в 80-м году, звали ее Цила, была, значит, она получена от такого кобеля Арагон, а сука, мать ее, это Блохейли, стоила эта собака мне 135 рублей, щенок вот, в никаких курсах я не учился там, этих двухмесячных, я просто пошел к этому самому к руководителю Десаафа, Каганович был такой, сказал ему, что я хочу купить собаку, он дал мне направление по некоторым, по разным этим самым адресам и поехал я вот в Купчино и там я купил эту собаку себе вот с тех пор я занимаюсь фактически племенным делом с 82 года, потому что эта сука выставлялась на осенних весенних выставках, которые проходили два раза в году, как правило, на стадионе Ленина в Ленинграде был также победителем неоднократным на этих выставках и состоял в первом клубе Десааф, это рядом с юбилейным там был, возглавлял его у Бартова, одним словом был при Десаафе, потому что других клубов тогда не было после того, когда, значит, свершилась наша революция, так называемая, все клубы стали разваливаться ой, то есть, наоборот, Десааф стал разваливаться и стали организовываться клубы различные были клубы отдельно в немецкой овчарке, были клубы там декоративные появились и разные-разные-разные-приразные но я еще торчал в Десаафе, и хотел, конечно, я иметь собаку не полукровку никакую, не восточника, а хотел я иметь чистокровную собаку из ФРГ из Германии, купить такую собаку было очень-очень сложно и вот в Москве Швец, значит, повязала свою суку с венгерским кобелем-ураном назывался маленький, младший уран и продавала щенков значит, меня, значит, как заводчика такого, достаточно ответственного мне порекомендовали купить у нее этого щенка потому что этот был щенок на Ленинград-1, выделен как бы там в основном они были при Москве, там остались многие ну, в общем, я его купил, поехал в Москву и купил за полторы тысячи рублей полторы тысячи рублей, это была приличная сумма и вот, в принципе, я стал заниматься, значит, потом я покинул Десааф так как он мне совершенно был неинтересен всего дурацкими порядками всякими там, замашками вот этими социалистическо-советскими и я присоединился к клубу немецкой овчарки, которую организовала Букаринова с товарищами вот в этом клубе фактически я остался появляться с Вольфом мы стали проводить там выставки по немецкой овчарке уже в основном костяк составляли собаки, привезенные из Венгрии, ГДР восточников там фактически вообще не было никаких и не могло быть, потому что этот клуб назывался клуб немецкой овчарки в первую выставку Вольф поехал еще будущей молодой собакой я его отправил в Тюмень, не сам полетел с ним, а девчонки взяли и полетели там он выиграл первую свою выставку ну вот и потом пошло-поехало я стал заниматься собакой этой готовить ее к более серьезным выставкам в таких городах как Минск, Борисов, Таллин, Москва ну и конечно это самое меккой был Днепропетровск так называемый сегодня, не так называемый, а сегодня это Днепр ну и выставка называлась, так и называлась Днепр эта выставка собирала всех немчатников из СНГ, бывшего СССР проходила она как наподобие выставки чемпионат, чемпионат, это даже не выставка наподобие чемпионата, который проводится в Германии мировой ежегодно по такой же принципу, то есть первый день проверка системы, рабочий качеств собаки ну и второй день это самое, значит, уже экстерьер и выбор победителя и награждения готовился я достаточно серьезно к этому мероприятию потому что выставки, не выставки, ринги составляли 200-250 собак один ринг это очень большая конкуренция, огромная просто судьи приглашались из СРГ, приезжали, поэтому все съезжали, чтобы конечно все специалисты и заводчики и владельцы съезжали, чтобы конечно посмотреть на тех собак, которых рекомендовали как отборный класс для дальнейшего разведения и племенного разведения значит, в 91 году Вольф был еще молодой собакой получил приз, стал призером выставки я аж не помню, это самое, мне кажется, был первый тоже ну вот после 91 года мы проехались по ряду городов СССР тоже шлифую свое это мастерство и конечно, самая замечательная выставка, которая была в моей жизни это Днепр 93, где Вольф стал абсолютным чемпионом выставки победив даже Суку в сравнении Заняв первый отборный класс вот значит как я готовился больше подготовка собаки такого уровня занимает достаточно много времени и я вел специальный дневник вот как ведут спортсмены дневник тренировок я приходил с работы мы садились, значит, на велосипед жил я в Стрельне в то время садился на велосипед сначала мы крутили, значит, с ним пробегали где-нибудь километров так, под десять, под восемь в зависимости от погоды значит, потом мы таскали шину непременно и плавание то есть мы плавали в реке Стрелка против течения то есть вот такая тренировка то есть это тренировки были разбиты по недельно по дням и вот так я готовил собаку ну и конечно я бегал с ней тоже еще непременно мы вместе бегали слаженно очень бегали красиво и благодаря вот этим тренировкам, конечно, мы стали первыми потому что много было замечательных собак много было замечательных собак приехала на Днепр но тем не менее вот эта слаженность вот эти тренировки они показали свой результат мы стали первыми вот значит после того когда организовался у нас РКФ это 91-93 год формирования РКФ мы зарегистрировали питомник в ФЦИ непосредственно и питомник стал называться не Волчья земля а С Волчьей земли так как Волчья земля уже была занята где-то в мире был такой питомник поэтому нам дали приставку С и мы назвали его С Волчьей земли вот фактически в РКФ наш питомник питомник 91-го года имеет номер 111 свидетельство о регистрации и считается одним из старейших старейших питомников в этой системе приставки приставки и